Урок оккупации от США и Израиля своими корнями, выходящими в период колониальной истории, США сделали большой путь до статуса сверхдержавы. Но этот путь был проложен через оккупацию и насильственные присвоения земель, принадлежащих местным народам, в частности, американским индейцам. Но сегодняшние исторические события, когда Турция прекратила всю торговлю с Израилем с объемом 9,5 миллиардов долларов. Когда Канада, Нидерланды, Япония, Испания и Бельгия объявили, что прекратят поставки оружия в Израиль, резолюции и крупные митинги в поддержку Палестины, которые проходят в мегаполисах мира, дает Израилю понять, что на этот раз насилие и давление могут привести к международной изоляции и экономическим потерям. По данным статистического ведомства, ВВП Израиля снизился в четвертом квартале 2023 года на 19,4% в годовом выражении. Данная динамика связана с падением импорта товаров и услуг на 42,4%, экспорта на 18,3%. При этом государственные расходы выросли на 88% из-за военных нужд. Кстати, главным поставщиком военных нужд Израиля является США, поставляя примерно 68% оружия. И поставка оружия США Израилю нарушает законы самой Америки. Раздел 502 Закона США об иностранной помощи запрещает помощь правительствам, причастных к грубым нарушениям прав человека. Кроме того, Госдепартаменту или Пентагону запрещено предоставлять финансирование иностранным подразделениям, которые совершили нарушение прав человека. В то время как этот закон применялся многочисленным союзникам США, он никогда не применялся к Израилю. Одной из причин такого повезения США – президентские выборы в 2024 году. Белый дом опасается, что наказание на Таняху может оттолкнуть произраильских и еврейских избирателей.